Ну а те, кто хорошо учится, кто целеустремлен и желает по-настоящему овладеть перспективной профессией, получают возможность приобрести первый неоценимый опыт. Руководство Тверского вагоностроительного завода и крупнейших СУЗов Твери обсудили взаимодействие в области подготовки специалистов, прохождения практики и трудоустройства выпускников. Целью встречи крупнейшего работодателя региона с представителями учебных заведений стала выработка такой методики взаимодействия, которая, с одной стороны, позволила бы предприятию решить проблему привлечению квалифицированных кадров, а с другой, помогла бы СУЗову в организации производственной практики студентов и повышении качества их подготовки. Тем продолжит наш корреспондент. Растущий спрос на продукцию Тверского вагоностроительного завода, который входит в Трансмашхолдинг, и очевидный дефицит рабочих кадров на рынке труда в целом и в машиностроении в частности, требует от завода более тесной работы с учебными заведениями, обеспечивающими подготовку профессиональных кадров среднего звена для отрасли. Одной из важных форм взаимодействия становится социальное партнерство работодателей и СУЗов. Сегодня мы будем вырабатывать методику взаимодействия для того, чтобы расширялся поток таких специалистов к нам на предприятия. Мы их очень ждем. Перспективы у нас однозначно радужные. План производства значительный. Завод загружен сейчас на 100%. Поэтому молодежь нам очень нужна для того, чтобы выполнить все задачи и вызовы, которые стоят перед Тверским вагоностроительным заводом. Руководители средних специальных учебных заведений заявляют о своих проблемах. Прежде всего, отсутствие оснащенной современной технической базы, нехватки педагогов и мастеров производственного обучения. Поэтому сейчас возросшей популярностью пользуются экскурсии студентов на производственной площадке завода. И это только часть большой работы. Это такой глобальный вопрос. Это единственный момент. Он включает в себя целую систему и целый комплекс мероприятий. Начиная от профориентационной работы, даже профориентационной работы, скажем так, со школьниками, которые мы тоже проводим. Мы можем эту профориентационную работу проводить вместе с вагоностроительным заводом. Для того, чтобы нам сегодня еще больше поднять престиж рабочих профессий у школьников. Чтобы школьники понимали, что это за профессии, что они дают и какие перспективы дальнейшего трудоустройства, дальнейшего развития у них есть. Сегодня ТВЗ может предложить колледжам организацию всех видов практики, эффективную систему наставничества, участие молодежи в спортивной и культурной жизни завода, а также готовы участвовать в образовательной программе «Профессионалитет». Сейчас стараемся профилироваться и уйти максимально на профиль машиностроения. Вот в этом году мы будем лицензировать новую для нас профессию. Это контролер качества в машиностроении. Высокая потребность у завода в первую очередь. И лицензирование это было как раз на основании заявки ТВЗ в первую очередь. Участие в профессионалитете даст привлечение в колледж очень больших бюджетных средств, как федеральных, так и региональных. И, безусловно, здесь должны участвовать и финансовые, и интеллектуальные работодатели. Итогом прошедшей встречи стала выработка ряда предложений по совершенствованию механизма взаимодействия работодателя и средних специальных учебных заведений. Заключение целевых договоров, совершенствование коммуникации, вовлечение работодателя в процесс проверки знаний, профессиональных умений и навыков выпускников и тому подобное. Все участники круглого стола выразили уверенность в необходимости проведения подобных встреч на регулярной основе, что, несомненно, будет способствовать эффективности работы как учебных заведений, так и предприятия.